а тем не менее вот не могу все-таки не вернуться к тому эпизоду самом начале вашей карьеры не учебы когда вы оказались в общем совсем ребенком без родителей в интернате я беседовал с такой актрисы ломоносова ее фамилия моя одноклассница да вы что серьезно она она училась вот она как раз рассказывал мне про училище киевское что там не так сурово как в ленинграде или в москве она сказала что там так акулы у нас щучки были но что было бы дедовщина и какие-то и в общем но никогда не жила в интернате поэтому ей в общем то наверное но она рассказывала всяких таких вот прям нет я не верю никакой дедовщины наоборот как-то старшие дети помогали младшим у вас показаний с ольгой здесь расходится да потому что видимо у каждого своего киевские дети городские дети мы их называли а мы интернатские были назывались кто жил в интернате у городских свое немножко представление и поэтому они нас интернатских практически каждую субботу воскресенье забирали к себе домой откармливали на и мы как-то гуляли вместе и у нас такой был довольно таки дружный класс друг другу помогали поэтому нет ну конечно среди детском коллективе всегда кто лучший кто там первый в том то дело что вы это были лучше и дети то они реагируют на это в общем когда не знаю света там лучше и лучшие отметки ревность совершенно очевидно это нормально это нормальная реакция детей но плакать не приходилось 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 да поэтому они в интернате не будет учиться или будет все равно а не думаю что нет нет я сделаю все для этого чтоб она там не оказалась не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в 19 30 на телеканале москва 24 а вы учились сперва в киеве потом учились москве но я в киеве закончила школу хореографическое училище а потом уже приехал сюда поработала два года в театре станиславском нерочи данченко музыкально а потом уже поступил в щукинское училище еще не такой будучи был будучи балериной да конечно вот странный такой выбор потому что балетные они также как спортсмены они достигают вот ну мировой славы если вы поспрашиваете у кого-нибудь там я не знаю в португалии или японии кого они знают из из наших они в общем артистов не назовут и режиссеров балет и спорт дают возможность прославиться в всемирном масштабе с чего вдруг вот оставить не получалось у вас ногами но прославится в мировом масштабе мне бы не получилось ну знаете просто мне в какой-то момент стало не дело не то что я мечтала прославиться у меня не было такого такой задачи просто мне как стало тесновато ну да да ну потому что я я не могла танцевать партии которые бы я хотела не потому что у меня физически не было таких способностей просто есть какая-то иерархия и то чего я достигла грубо говоря в театре станиславского музыкальном ну навряд ли бы я прыгнула еще куда-то еще куда-то вот я танцевала эпогеи моей балетной карьеры в театре станиславского было четыре цыганочки из балета эсмеральда но я уже не говорю про то что я продолжала при этом танцевать даже не танцевать это сложно сказать это такой меманц в балете снегурочка народ ну и так далее то есть это это все было и и мне в этом во всем у меня не было развития и мне стало тесно и я решила попробовать а про вот этот путь про карьеру актрисы вы будучи там девочкой маленькой нет задумала никогда о кем вы мечтали быть когда бы когда я была маленькой со всеми хотел быть ветеринаром причем я хотел рабочим обезьянники где воспитывают обезьян какой-то а потом все когда меня дали танцевать тут уже во сколько предопределен он вам было я сначала художественной гимнастикой занималась долго потом я занималась в школе олимпийского резерва у дирюгина это было тоже естественно для вариантов никаких нет и только тебе впереди олимпиады и все ну а потом после того как я закончила со спортивной карьерой и пошла в хореографическое училище в 10 лет все дети идут в 9 я пошла в 10 и опоздала на год все там вообще вариантов нет то есть если ты не становишься артисткой балета ты неудачница и вообще ну как себе другого не видишь вот и все все мои мечты об балет вы пошли потому что вас предметами не получалось художественной гимнастике я боялась предметов но как-то все мне прочили говорили такая артистичная такая какая-то тоненькая такая прям звонкая прекрасная плава почему ей зачем спорт ну и вообще я мне не было спортивного характера я не был жажды победы и стремление не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в 19.30 на телеканале москва двадцать четыре